а так проверяем раз в два в три дня воду а вода течет и набираем так друзья всем добрый день или вечер короче доброго времени суток спрашивают часто чё ты не строишь сара на щелевых полах у меня самое главное что есть сейчас зайдем сюда в зернову побалакаем про пшеницу про цели на пшеницу но покажу вам перед цим сам сарай у меня получается плиты уже тут это самое главное они у меня дома у меня уже в двори все это самое главное потом я заказал пластиковое векно на дорожчевание поставлю пластиковое векно и также пластиковое векно вот сюда это получается тоже будет в сарай векно потому что потолок будет это верхняя перемычка над векном а то верх потолка а эти все сволока уберутся просто у нас все поэтапно у нас был сначала первый этап сделать комнату где сейчас охлаждение мяса где мы разбираем ту комнату мы закончили полностью есть потом дома там были проблемы в первом коридоре мы его сделали первый коридор и по отоплению тоже разобрались цей вопрос тоже понеделок уже закрываем потом следующая неделя ну то есть ця что будет с понеделка у нас там опоросы и резаны на две штуки две головы и все и потом я уже могу перейти сюда и заниматься чисто цим потому что все вроде бы уже что планировал поделано и следующий этап осяцей и цель у меня там на месяц на два ну я сам пока потихоньку то есть за пару месяцев сделан цемент мы узнавали 300 280 гривень шалевка точно не помню тоже дорогого это мне надо сюда цемента купить шалевки на обрешетку на потолок на подшивку на подбивку на утепление и надо купить щебень щебень для заливки ригеля вот тут а мне по центру надо залить ригель и чтоб две плиты ставало так на цей ригель я не из металла буду заливать ригель но это все я буду показывать поэтапно также я планирую сего сара яки для доращивания зробить сюда выход маленький чтобы меня там поднялись месяца до двух до трех и я их перегнать внутри прямо сюда на щереви чтобы их не тягать не перегонять а там они сами сюда и пойдут планирую так но я уже если так начну тут робить тоді уже я буду ролики снимать показывать что я самое главное плиты тут лежать а то все наживное то все было бы желание и было бы время также покажу сарай для доращивания ось получается у меня вот эта центральная клетка вот она у меня никого не была задействована ну уже сарай для доращивания я ее не использую вот тут сделаю двери в той сарай на щелеви хоть отсюда хоть оттуда ну там заставлено там две клетки здоровых та это перегоняй и туда десятка два два с половиной десятка на щелевина откормить и там псих а потом уже там то есть планируя так то я буду показывать что потом не носить не тягать ничего сразу открыв перегнал их и вони там на доращивание там тоже будет вытяжка и вытяжку такую самую как у меня в сарае в новом хочу сделать тут а так самому это буду делать на щелевых сразу сделаю тут а так тут сарай хороший и это же единственное что векно надо уже заказали туда заказал тоже я думаю неделька півтори и прийде короче вот так по кормам по пшенице по пшенице цены если честно я в шоке а в шоке чого потому что они не невысокие цены сами по собе диапазон цен особо не меняется с прошлого года и кто мне звонит моих подписчиков допустим днепропетровске полтавское направление потом запорожье ну таких областей там кажут что цены вообще по по три с копейками по две с копейками есть есть четыре у нас я дивился не торев можно и четыре тысячи тонна пять есть даже попадает такой д6 но то уже хозяин барин там уже каждый решает сам а вообще по пшенице цены не здоровы и я делюсь а что даже после оборки не будет цен там таки скачок сумасшедший такого не будет цены мы знаем ситуацию яка сейчас у нас стране в Украине поэтому цены я думаю будут держаться как и в прошлом году даже наверное трошки койде и меньше ну это я так думаю так само и кукуруза пшеница ячмин все так само одинаково кукурузу предлагала вообще весь недорого по моему по три гривня 3000 тонна ну неизвестно что за кукуруза короче ну кукурузу я не брал меня самого заканчивается пшеница вон там я надробил и там оно осталось может ну грубо говоря если тут и то что у меня в гараже в мешках ой в бочках может то не будет но мне то пока хватит также у меня есть макухи ось 100 на ту что я брал по 5 хотя мне знакомый звонил в мене купил поросят что если тебе надо то по 4000 тонн макухи макуха подсолнечника соя еще трошки ену своя то так и и отруби я сейчас перебиваюсь отруби небагато процентов 30 пшениц и макухи это я даю тим свиноматкам яки покрытий тик кто 50 йома а гровер делает тоже мешает 50 на 50 пшениц и отруби ну так само соевая макуха обычная макуха и премик и все так и выживаем мне то хватит до июля ну вообще как бы по ценам делюся что у людей есть запасы лежачие с прошлого года а в этом году опять же будет уборка то есть и будут реализовывать может с поля может из того что осталось с прошлого года ну я не знаю как оно будет но будем монетаре дивиться потому что тоже треба же покупаться на следующий год хранение у меня ось а тут а вот эту часть вот сюда по ту линию ну получается метрю пять пять метров можно затарить а так мешками это раз где есть что складать и так же еще у меня есть один один вагон той что я зроби вин тоже уже готовый пет зерновую группу то есть надо робить и туда надо завозить цей вот я чего-то потягаю грубо говоря мешки по складаю а вообще на следующий год уже планирую построить я кейс зерно хранилище я кейс таке не знаю еще точно я кей чтобы вообще не тягать я теке высыпал и все ось тут а тут а я красил и кое-де по обглуплювалась краской пришлось я так по подрывал шпателем не знаю или перекрашивать буду или это ну короче что-то мне с краской не дуже понравилось ну короче дело не в этом вот сюда можно заложить это тоже все закладывать мешками киц потолок тоже место уже готовы осталось дождаться коли буду уборка коли будут продавать пшеницу самое главное откладывать гроши и чтобы у денег зашло купить опять на новый год на весь год зерновую группу то есть вот так так же насчет поросят какие цены на поросят цены на поросят если честно насколько я знаю здоровые что маленькая поросят 50 йома если 2000 и 2800 и так дальше поэтому цены на поросят здоровые поросят я бы с удовольствием продавал но у меня их нема те что будет ось мои опоросы дай бог еще будут на следующий неделе и то еще есть то я оставлю все на щелевый пол а по щелевым то мене саме просто мене самое главное вот мне что успокаивает так сказать мне то что оно все есть и в наличии оно служит я знаю что мене робить як робить просто надо підойти уже все я занимаюсь сараем занялся сараем конкретно и и все и робишься и потягу мене нравится робить мене помогает века помогаем богдан поэтому моего ртом и зальем потом я сделаю п-образную палубочку на ригель тоже зальем и так потихоньку потихоньку выдолблю в стенах пас что мне надо и буду нормально тут а будут викна открывается типа приток вытяжку сделать так уж самое кино том сарае покажи я хочу тут а так само сделать одну здоровую в этом отделении и одну нездоровую на доращивание и тоже с задвижками все я и там сделаю задвижки и все и в принципе оце чем шо у меня пояки планы на до конца целого лета доробить тут а чтоб я уже тишо у меня поднимется перегнал сюда а так а так вот таки цены по зерну поэтому в кого там є може старые какие запасы то пишите кажите или в кого какие цены по областям именно по украине в кого какие цены на зерновую группу то есть ячмень пшениця гукуруза ну и так дальше тоже по написать а ну а я я все что знаю я сказал я к в нас и я не знаю что будет ну воно я так понял по областям где кажут что цены будут там 7 8 где неизвестно а где а то 4 5 ну то есть понятно что як бы ни было будем брать и никуда мы этого не денемся ну сам процесс того что надо готовиться откладывать деньги собирать потому что надо тариться опять же ж на весь год зерновой группой потому что я прошлый год набрал на весь год и весь год ось по цей период даже у меня еще там грубо говоря на месяц может больше хватит то есть хватило полностью и мне опять надо брать потихоньку может где найду до уборки у кого есть старые запасы продавать мы можем с новой уборки буду куплять короче неизвестно надо будет что-то шукать пробивать узнавать пока не до цего короче вийшов на связь показав рассказал вам так все по что мог по новостям по своим а так буду стараться чаще виходить бо если честно то надумаешь снять уже вечер думаешь так хай завтра завтра пролетел день и не сняв ну таке воно короче ну а так сейчас перейду сюда буду уже чаще выходить на связь что и как и так же по опоросам дай бог чтобы все было хорошо тоже будем принимать опоросы как и порося то сколько что и как оце як набираю в душ так само буду набирать наши леви поли с колодей за шлангу кинув набрав раз на три дня в бак и все шланга советская такая что не дуже огняется все хай набирается набираем ну десь в раз в четыре четыре дня ну бывает в пять а так набираем за день нагревается и милое дело покупался в душ пришел отлично красота тотика надо бочку внутри покрасить бы уже поржавило короче а так рыжавика покажу в следующем ролику рыжавика и кнопу им уже пришел третий месяц уже два месяца там и три дня рыжавика я вважив кнопу вважив по рыжавику хорошие результаты по кнопе не дуже ну короче а так а так все шло так все нормально сижу тут а на пенечку жду пока вода набирается на потече с бочки побежу выключу в колодеце шлангу вытянули все и завтра будем купаться плескаться и так дальше и тому подобное сараи двери открытые там шторка чтобы мухами летели ну в принципе там более менее нормально и и шоу покосились дверь вчера виктория с богданом все позагребали старую траву яка повисохала ну короче а таки ну а следующая неделя уже завтра новый тиждень будем трудиться будем дай бог принимать опоросы будем андрюха прийдет и крижить две штуки то есть вот такие ну хватает на я так планирую сразу от меня считая неделя вся такие на цивси нюанс а потом уже стройка поставлю векно сразу туда пластиковые эти двери витяну их куда-то потом использую деревянные поставлю туда векно векно буду открываться если там литом жара открыл там сеткой забью москитный и буду им туда дуть хорошо сарая цей красный теплый уже там ракушка кирпич то есть непоганый должен ну и выкачивать з ямы фекальным насосом а так конечно свой дверь грубо говоря ну красота все порядок всем уже подавал все понаежене сплять сараи более-менее жары нема такой что там сильно но более-менее вытяжки тянут та сторона где постоянно тянет открытие векна где солнце закрытие с отражателем чтоб солнце отражало чтоб не пикло в векна в принципе нормально единственное что я планирую чтоб у меня тут был вот корм на щелевых там доращивание а тут а свиноматки ну и от кормка йде в клетках або клеток багато свиноматок не так уж и багато короче так просят в продаже особо нема пока и не будет пока наверно не предвидится так добиться поэтому будем сами расширяться пока есть возможность набирать обороты як бы тяжело не было понятно же ситуация стране ну катастрофа на самом деле но тем не менее рук опускать нельзя надо все равно 6 рабыть все равно церкви поднимать церкви сты а не так что забывать хаяк буду так и буду так я не буду делать все равно буду як бы буду рабыть я знаю что я знаю что як бы тяжело не было все буду добрый и буду украина понад усе другого будь просто напросто не может ну а ты конечно ты период тяжелый период горя беды ужаса мы все равно пройдем пройдем и побачите буду ну не знаю че в 1000 млн раз лучше 100 процентов усім нам ну то есть все наший европейский стране рассказывать эту доказывать и проспинать со шестом метод все без толку это самое что кидаю горох об стенку и 6 там ударяется и оскакать это самое доказывать что вот мне качать на канале ничего не кашь что-то казать без толку казать ну толку а так что там не могу мне не надо там что-то доказывать допустим там тим же россиянам тут а есть люди яки яки боли склоняются к россии яки делятся российские канали на вернее дивились их уже отключилось и я бала к ину без толку балак без толку а так само доказывать как канал так что теперь надо доказывать постоянно гнать и самому нервничать и разпинаться я считаю смысла нема смысла немає кидать горохом стены я так скажу всему свое время знаете как воно время пройде яке б воно не было сейчас тяжке воно пройде и и все буде видно кто есть кто кто прав кто винуват вони все побачить просто я думаю буду потом пиздно ну а шо ты зробишь бачите пока побалакали и пешкой воды святой воды так что всем спасибо за внимание душ уже набрал пока